Сергей Васильевич Рахманинов Сергей Васильевич Рахманинов родился в семье потомственного русского дворянина. Семья Рахманиновых была очень музыкальной. Его дед по отцовской линии был музыкантом и брал уроки у ирландского композитора Джона Филда. Его отец был военным и пианистом-любителем. Первой его учительницей музыки стала его мама. В семье было три сына и три дочери. Сергей был четвертым ребенком. Когда Сергею Рахманинову было 8 лет, семья переехала в Петербург. Осенью 1882 года Сергей Рахманинов поступил на младшее отделение Петербургской консерватории. Вначале юный музыкант тяготился занятиями и часто их прогуливал, но позже его отдали на обучение в пансион для одаренных детей Николая Зверева в Москву, где его музыкальные способности раскрылись в полной мере. В 1888 году Рахманинов продолжил обучение на старшем отделении Московской консерватории в классе Зелоти, а позже окончил консерваторию как пианист и композитор, получив большую золотую медаль за свою дипломную работу «Одноактную оперу Олега». Петр Ильич Чайковский, который принимал экзамен, поставил Сергею Рахманинову 5 с 3 плюсами и рекомендовал его оперу к постановке в Большом театре. В юности Сергей Рахманинов часто обращался к жанру романса. Романс он трактовал как область выражения лирических чувств и настроений и часто посвящал их девушкам, которым питал нежные чувства. Так Верес Колонну посвятил романс «Молчание ночи тайной». Совершенно особое место в вокальной лирике Рахманинова занимает вокалист, посвященный певице Неждановой. Широта мелодии, неторопливость роднит ее с русской протяжной песней. Музыка столь выразительна, что композитор счел возможным отказаться от поэтического текста. Вокалист хочется назвать русской песней песлов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогоценных жемчужин рахманиновской лирики. Музыка этого романса отмечена исключительной естественностью и простотой, замечательным слиянием лирического чувства и образа природы. Музыка Всего в его творчестве около 80 романцев на стихи поэтов того времени. Интересный факт, что фортепианную музыку он писал только в ранний период, примерно до 1917 года. Роман с островов он посвятил своей кузине Соне Сатиной, которая боготворила природу и впоследствии стала профессором ботаники и доктором биологических наук. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К молодому дарованию быстро приходит популярность пианиста, композитора, дирижера. Но в 1897 году музыканта настиг настоящий провал. Композитор Александр Глазунов крайне неудачно исполнил его первую симфонию в Петербурге. Рецензии были разгромные. Новаторское сочинение не приняли ни критики, ни публика. Композитор впал в депрессию, которая длилась почти три года, когда он практически ничего не сочинял. Он зарабатывал на жизнь, давая уроки игры на фортепиано. Депрессия Сергея Васильевича обострилась в конце 1899 года, и он даже согласился на сеансы психотерапии у врача и друга семьи Николая Даля. Эти сеансы помогли восстановить душевное равновесие композитора. Новый этап в карьере наступил в 1901 году, когда он сочинил свой второй фортепианный концерт. Новый этап в карьере наступил в 1901 году, когда он сочинил свой второй фортепиано. Новый этап в карьере наступил в 1901 году, когда он сочинил свой второй фортепиано. Новый этап в карьере наступил в 1901 году, когда он сочинил свой второй фортепиано. Субтитры создавал DimaTorzok После трехлетней помолвки. Брак будет благополучным, и в дальнейшем в семье появятся две дочери – Ирина и Татьяна. Сочинение второго концерта вернуло Сергею Рахманину статус известного российского музыканта. Он много писал, дирижировал, ездил с концертами в Европу, Америку, Канаду. В 1904 году, сменив карьеру, Сергей Васильевич соглашается стать дирижером Большого театра. Однако к концу второго сезона он потерял интерес к этой должности и подал в отставку. Социальные и политические волнения, связанные с революцией 1905 года, стали сказываться на артистах. Рахманинов по большей части не интересовался окружающей его политической обстановкой. Композитор не понимал и не разделял революционные настроения. В 1916 и в начале 1917 года Сергей Васильевич Рахманинов дал несколько исторически важных для нашего региона концертов в курортном зале Северо-Кавказской филармонии в городе Кисловодске. В настоящее время в музее филармонии есть зал, посвященный этому композитору, и бережно хранится белый рояль, на котором играл этот великий музыкант. В декабре 1917 года Сергей Рахманинов вместе с семьей покинул Россию. Сначала Дания, Норвегия, потом Америка. Это решение было большим потрясением для композитора. На родине он создавал, творил, а за рубежом только исполнял уже созданное. После отъезда он провел 25 сезонов как пианист. Он замолчал на долгие 30 лет как композитор. «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя». Он был популярен как пианист-виртуоз. Руки Рахманинова были одними из самых больших в истории пианизма. Он брал дуа-дециму, то есть 12 ступеней звукоряда. Встав на ноги там, он мгновенно начинает помогать здесь, в России, знакомым и незнакомым людям. Вообще, примерно треть своих гонораров он тратил на благотворительность. Когда началась Великая Отечественная война, Сергей Васильевич увидел, как страдает наша страна. Он сильно переживал. Он перечислил в фонд Красной Армии свой гонорар от нескольких концертов. На эти деньги был построен военный самолет. «От одного из русских посильная помощь русскому народу в борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу», – писал музыкант. В последние годы жизни композитор создал симфонические танцы, которые исследователи музыки считают одним из самых лучших его произведений. Он продолжал выступать вплоть до своего ухода. Его не стало 28 марта 1943 года, за четыре дня до его 70-летия. Могила Сергея Васильевича Рахманинова находится на кладбище Кенсика, близ Нью-Йорка, в Америке. Ныне существует международная премия имени Сергея Рахманинова, международный фестиваль имени Рахманинова. Ростовская государственная консерватория названа его именем. Множество институтов культуры, музыкальных колледжей и школ искусств по всей России гордо носят имя Сергея Рахманинова, и в том числе детская музыкальная школа в городе Кисловодске. В честь этого великого музыканта названы улицы во многих городах нашей страны, и даже в честь Сергея Рахманинова назвал кратер на Меркурии. Меркурия Рахманинова 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 Меркурия Рахманинова